Всем привет, всем здравствуйте. Рад с вами встретиться. Все хорошо, видно и слышно, да, меня? Напоминаю, что у нас в гостях знаменитый священник Петр Степанов, который рассказывает интересности про церковь. Вот тут в дзене нам задали такой интересный вопрос. Говорят, что вас не существует, что вы какой-то фейк, фрик, обратились в епархию и там сказали, что такого священника нет. Но мы сейчас его видим у тебя на экране. И он красивый и добрый. Ну, это нормальная практика, как говорится, у уфимской метрополии. Они, когда не знают, что делать, всегда говорят, что мы таких не знаем, у нас такие не служили. В общем, никакого отношения мы к происходящему не имеем. Вот у них такая концепция, собственно говоря. Поэтому меня это не удивляет. Вот. И нужно относиться к этому как-то попроще, потому что и на сайтах епархии, если поискать, там в 2020 году есть фотографии, как и рукополагали меня, и как я с Никоном служил. И даже Пасха 2020 года мы с ним служили вдвоем. То есть там на ваш ТВ трансляция на три часа, как мы с ним вдвоем служим эту Пасху. Поэтому то, что они меня не знают, это, мягко сказать, преувеличение. Так что, батюшка, вот вам, соответственно, надо на эту тему снять видео. Потому что, как бы, есть инфоповод вам сказать... Ну, люди говорят, что в епархию обратились, а вы делаете, что вот, пруфы, и вас видно. То есть мы вообще, мы православные крестьяне, но мы сторонники научно-популярного подхода к всему, что делается в жизни. То есть, допустим, если есть какая-нибудь летопись 12 века, то про нее очень много можно сказать. В том числе она подделка или не подделка по объективным параметрам. Вот батюшка сказал, например, как можно определить, что он существует. Также можно, например, посмотреть на нас, что мы, да, существуем давно, старые контенты есть, и есть видео. Например, как эволюционирует прическа Лены. Это точно. Вот. Это к вопросу, например, вопрос про эволюцию. Можно посмотреть старые видео, какая прическа у Лены. И можно посмотреть видео, что вот епархия с отцом Петром, и вот епархия, где случайно начальство забыло, что был там отец Петр. Ну да, что там такой работал. Соответственно, если сделать скриншоты, если сделать видосы, то будет объективное доказательство. А у нас до нас. Следующий еще вопрос тут задают в чатах. Как вы относитесь, батюшка, к масленице? Кстати, лайки в ТикТоке, задавайте вопросы батюшке. Как вы к масленице относитесь? Ну, я как отношусь? Положительно отношусь, да. Я скажу, как, наверное, скажет большинство православных священников, что блины кушать это хорошо, а чучело жечь это плохо. Поэтому вот в Пасхе ничего плохого, в масленице ничего плохого нету. Да, это хорошая русская традиция, очень веселая, добрая и душевная. Ясно. А почему жечь чучело это плохо? Мы, например, его сожгли. Это же все-таки креатив. То есть чучело же, его сначала надо сделать. А представляете, как детишкам интересно сделать чучело, а потом его сжечь. И сделать, чтобы это было пожарно безопасно, чтобы это было креативно и красиво. Ну и огонек, это же красиво. Ну да, просто безобидный огонек, казалось бы. Мы задаем вопрос с такими, да, примитивные, ну, батюшки, может, мне кажется, очень примитивные, но многих людей это действительно интересует. Ну, это да. Ну, насколько я знаю, да, что эта традиция берет свое начало с еще славянских времен, да. И тогда народ был языческой верой и жгли совсем не чучело, а жгли живого человека. Как, собственно говоря, на Ивана купал и сейчас пускают веночек, да. А когда-то это была девушка, которой на голову надевали веночек. Вот она тонула, а веночек плыл дальше по реке. Поэтому все это пронизано, к сожалению, языческими традициями. Ну, с другой стороны, я думаю, что сейчас люди, которые жгут чучело, они не вкладывают в это какой-то смысл. Да, это больше как развлечение. Но церковь, помогут, придерживаются такой традиции. Все-таки, что пытаются вычеркнуть в своей памяти, из памяти народа языческие времена. И чучело жечь запрещают. Понятно. Ну, мы все-таки сторонники научного взгляда на жизнь. И мы считаем все-таки, что христианство и язычество, они формировали русскую культуру. Потому что, блин, он же, в общем-то, солярный символ. Солнышко кругое, тепло становится. Взаимодействуем мы с разными стихиями. Ну, как-то так, что показываем, что мы хотим. Хотим, чтобы солнышко, чтобы весна пришла. То есть на Хэллоуин мы встречаем зиму, на Масленицу встречаем весну. Веселимся, развлекаемся. А изначально-то мероприятие было такое, чтобы когда не было у людей смартфонов, чтобы нам с самим собраться и какие-то пообщаться вместе. А когда пришло христианство, оно же добавило еще свой культур, ну, свою культуру, добавило тему христианства, добавило тему, ну, еще другую. Да, Зубик спрашивает, где песня. Да, добавил, ну, как бы обогатило культуру. Потому что было язычество, потом пришло христианство, и культура стала богаче. А мы потом смотрим, о, интересно, как находим одно, как бы один пласт культуры, другой, где-то совместно. Вроде в доме все, вроде жилище христианское, но под крыльцом конский череп закопан. Опять же, орнаменты русские, народные, там, ну, то, что вокруг нас, природа, стихии. Как раз в сельской местности это хорошо видно. Конечно, ну, мы христиане, как бы нам Христос выше всего, но наши поездки, они размышляли иначе. Христос, он в церкви где-то в городе, а у нас здесь наша природа. Как-то вот так. А лично вы как? Лично вы вот так встречали Масленичную неделю. Ну, видите, я немножко далеко сейчас от России, поэтому на той земле, которой я нахожусь, тут не очень, значит, развитые православные традиции, да. Но здесь был парад, ездили, люди ехали на машине с государственными флагами, значит, праздновали, не знаю что. Ну, было весело. Так что я побывал на параде, встретил Масленицу, можно сказать, таким вот, не совсем традиционным. А где вы находитесь, в какой стране? А я не могу сейчас говорить, потому что тут решается вопрос о моем статусе, поэтому пока мне порекомендовали не разглашать, к сожалению. Конечно, хорошо. Ну, в общем, где-то далеко, ладно. Да, далеко. Ну, а мы ни от кого не скрываемся, мы находимся садовой товарищества Луч, деревня Алферова, Павлопосадский район. Носковская область. Соответственно, Павловский посад интересен тем, что там делают Павлопосадские платки. Да. Поэтому, как бы, у нас Ютуб-канал называется Платочек, соответственно. Вот. А дача у нас стоит на болоте. Да, у нас, ну, у нас, да, здесь красиво, у нас здесь наблюдаем за природой. А, кстати, а зато в течение лета, особенно в августе, еще у нас иногда бывают очень красивые стрекозы, и иногда они собираются в цветники, ими можно любиться. Спрашивают, какой красивый сын. Нет, это не сын, это жена. Это красиво, так любимо. Православие – это бизнес, православие – это христианство. Вот, кстати, батюшки вопрос задают. Там числе бриллиантовые, кстати, больше. Православие – это бизнес, как вы считаете, или это все-таки больше культура, или бизнес, или религия, то есть мировоззрение, основанное на вере всех, естественно, или политика. Как вам? Что для вас православие? Ну, конечно же, изначально церковь – это была вера, это была религия, да. Ну, со временем все трансформировалось, потому что Господь, конечно, присутствует в любой церкви, но волю человека он не насилует. Если человек хочет какую-то, значит, внести политический оттенок или финансово-экономический в свою деятельность, да, Господь сопротивляться, конечно, не будет этому, да. Благодать, она всегда, она рядом с нами, Господь ближе к человеку, чем его дыхание. Но, к сожалению, конечно, люди не всегда, находясь в церкви, стараются соединиться с Богом, да. Их чаще всего интересует, ну, я имею в виду священоначалье какое-то, да, вот наше российское. Их интересует денежный вопрос, вопрос власти, политика здесь как гарантия, скажем, такой безопасности относительной, да, чтобы государство не вторгалось в церковь. Вот, но коммерческая жилка, она все-таки, я думаю, сейчас, к сожалению, приобрела такую вот основу, фундамент железобетонный. Поэтому и риторика церкви, и культура, которая сложилась вокруг православия, она больше сложилась для, конечно, зарабатывания денег. Как не было бы мне прискорбно об этом говорить, но на данный момент все выглядит именно таким образом. Понятно. Спрашивают, как познакомились, ну, как познакомились с батюшкой, познакомились в интернете. Батюшка делал интересный контент, на ютубе вот можно его увидеть, мы на него подписаны. В комментарии под этим видео мы тоже напишем «Отец Петр», сейчас я даже скажу, как называется. Так, сейчас я скажу «Канал». Кстати, дописаться и дозвониться нам удалось именно чудо. В чат. Сейчас я напишу в чат канал «Отца Петра». Он сможет или не сможет сам написать, но... На ютубе, да, вы имеете в виду? Да, «Отец Петра» по-английски. Как слышится, так и пишется «Отец Петр». Сейчас я, я сейчас тоже напишу его в чат. Вот, в чате ссылка пошла, но мы еще напишем, подписывайтесь тоже на батюшку. То есть батюшка интересен тем, что он рассказывает интересные истории, которые церковное начальство не хотело бы афишировать. Ну и плюс люди, убежденные в церкви, имеющие свое мнение, тоже очень всегда интересны. Мы таких, например, любим. Очень. И, соответственно, вот тоже вопрос. Вы высказывали тему по вопросу мира и войны. Как вы считаете, вот люди с каменного века вроде воюют. Как вы считаете вообще, война это хорошо или плохо? Или какие-то войны это хорошо, какие-то войны плохо? То есть в чем вообще ваша антивоенная позиция заключается? Я думаю, что в войне вообще ничего хорошего нет. И война это, в первую очередь, средство манипуляции людьми, потому что все разделения, они абсолютно искусственны. Война за что идет? За полосатый столбик, который называется границей. А люди убивают друг друга. Почему? Потому что у одних на шевроне две полоски, желто-синие, а у других три, синие-бело-красные. Вот. Поэтому все это искусственное разделение, все люди, братья и сестры, все мы, если бы не было, скажем так, правительства, да, я думаю, жили бы в мире. И как сказал Трамп, вот американский президент, что грязные политики не смогли договориться, а теперь люди умирают. Вот оно примерно так и происходит на данный момент. Ситуация, что разные политические течения, разные геополитики, каждый преследует свои интересы, а страдают при этом обычные люди. Вот. И Россия страдает, и Украина страдает, да, и много кто вовлечен в этот конфликт. И хорошего, конечно, ни в одной войне за всю историю мира хорошего не было. А ссорились? Я думаю, что никогда война не начиналась, потому что граждане одной страны поругались с гражданами другой. Обычно это проблемы высшего эшелона власти. Там наверху не могут договориться, и поэтому начинается кровопролитие. Понятно. Интересная позиция. Ну, мы как любители истории с батюшкой бы здесь не согласились, потому что люди боюются каменного века именно за ресурсы. То есть при рабовладельческом строе захватывают рабов, при феодальном строе захватывают территории, где живут и работают крестьяне и ремесленники. При капитализме здесь гораздо все интереснее, это Карл Марксу отсылка, что перестают продаваться товары и услуги, соответственно, и надо куда-то отправить безработных, и надо что-то новое выпускать. Поэтому здесь интересно. Ну, мнение батюшки, оно действительно очень популярно, очень распространено. Хотелось бы, конечно, чтобы именно так и было. И что самое интересное, поскольку религия – это мировоззрение, основанное на вере сверхъестественное, то есть и большинству людей, в том числе, кто воюет на самых разных уровнях, от генерала до рядового, они действительно хотят видеть в церкви именно борьбу за мир. То есть, да, он готов воевать за родину, готов воевать, там, за карьеру, за все, что угодно, там, может быть, даже за кровную месть, но он считает, что все-таки сверхъестественно, ну, должно быть все-таки мирное. Альбиночка, любимая, здравствуй. Хотя в Библии, ну, постоянно воевали. Альбиночка. Поэтому вот, очень интересно. Да, друзья, пишите в чатах, что вы хотели задать, какой вопрос священнику. Так, сейчас, 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 сейчас. Альбиночка очень хорошая подписчица у нас. Вот, еще интересный вопрос задают. И, значит, вот если бы, допустим, случилось, что вас бы лишили сана священного, как это могут сделать элементарно? Как, например, лишили сана Уминского, Еремеева, там, кого еще лишили сана? Так, лишили сана, ну, Роман Степанов, ну, как бы это ладно, а вот Уминского и Еремеева вообще как-то... Головина, вот, то есть, допустим, если... Головина в Минске это вообще старт. То есть, допустим, если вас лишают священного сана, то есть вы бы продолжали себя называть священником, или вы бы стали говорить, что просто вот я там не реаним, если, конечно, это не очень интимно? Конечно бы продолжал, потому что священный сан я получил, когда, ну, по моему, как минимум, мировосприятию, да, церковь все-таки управлялась Духом Святым, да, а отрекся от РПЦ я в тот момент, когда церковь вступила в ересь, поэтому у них никакого шанса, значит, де юра лишить меня сана нет, церковь находится в ересе, как они могут лишить меня сана? Вот, поэтому я и написал Митрополиту, куда он может свои бумажки о лишении меня сана, или запрета, собственно говоря, поместить, потому что я решение их не о своем, скажем так, о том, имею ли я право служить или Богу, имею ли я право служить Богу или нет, я у них разрешение спрашивать не собираюсь. Очень хорошее, да, с батюшкой согласны. И здесь вот батюшка поднимает очень интересный вопрос, на который мы тоже делаем некоторые статьи, некоторые размышления, потому что вот, было время, когда существовала просто империя, ну, отходим к концу, что была просто империя, и как-то не называли ее Римской империей, было просто огромное-огромное пространство, вся цивилизация, где человек мог что-то соображать. И примерно, если мы посмотрим на карту канонической территории РПЦ, мы тоже увидим вообще огромнейшую, вообще дичайшую такую территорию. И когда, допустим, еще год какой-нибудь, ну, времена Патриарха Алексея, начало... Ну да, была огромная империя, кстати, вообще. Нет, ну просто каноническая территория. И говоря о православии, мы примерно понимали, что это и Афон, и Киев, и Почаев, и даже США, и Европа. Вот моя мама по Италии путешествовала, там вообще они как-то, что Россия, что Италия, что Афон, как-то особо не разделялись. Я тоже ездил в Украину, в Белоруссию, когда еще не было конфликта. Вот. А сейчас, когда начались конфликты, когда раскол 18-го года, что Константинополь и Москва это уже не совсем православные, то вот такая интересная проблема стала, а где границ православия? Поэтому очень интересно, что батюшка вот высказывает такое мнение, что я служу Христу, а для меня вот Патриархнинка. Да, я думаю, это очень даже хорошее мнение, очень нравится. Батюшка, вы высказали еще? Да, 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 сейчас, секундочку, я просто, у меня уже поздняя ночь, я дико извиняюсь, я себе чашечку кофе налил, чтобы, ну что я сижу, зеваю перед зрителями, перед вашими. Это мукбанк. Это мукбанк, любимый, Ангел Май. Так, пока сейчас... Я уже включился, видно, у меня нет? Пока не видно. Это там задержка. А, вот, отлично, наконец-таки я видела вас. Спрашивают, как познакомился с женой, это тоже очень интересный вопрос, батюшке тоже будет интересно. С женой мы познакомились в походе по имени Великорецкий крестный ход. Это Кировская епархия, организует поход с палатками, с рюкзаками, по маршруту, где, с места, где когда-то была явлена чудотворная икона, в то место, где она в Кафедральном соборе находится, туда и обратно. Где-то там 40-50 тысяч человек, то есть огромная толпень идет со всей России и за границей. То есть я в этот поход ходил в пятый раз, Лена в первый раз. И мое попадание туда, и наша встреча, это все чудеса. Ну и, соответственно, встретились два одиночества, потому что вдвоем идти проще. Потому что раздают какие-то материальные блага, кипяток, пирожки. И удобно схватить и передать ближнему, который в тыл отправляет, и потом все съедается. То есть это очень интересное явление, которое позволяет понять, ну, например, как жили люди в Средневековье. Например, почему так ценен флаг? Ну, казалось бы, ну что, флаг, флаг, а что такое? Ну, или боевая хоруквь. Ну, а что такое? Ну, символ и символ. А прикол в том, что когда идет вас 10 тысяч человек, то просто вообще не видно, где ваши, где не ваши. Чуть в сторону отошел, и уже не видишь. А там поднят шест, и на нем там какой-нибудь носок, или цветок, или футболка, или настоящая хоруквь, и видно. А рыцари, они в бой идут, они же просто, у них нет шлемофона, нет радиосвязи. И поэтому, если флаг упал, то все, непонятно, наступать, отступать, сдаваться или что. Поэтому знаменосец, это было очень круто. И поход, тоже феодальная раздробленность, что вот здесь идут наши 40 человек, женщины и дети, нам, им строго пофиг, то, что здесь другие женщины и дети заняли место. И там бывает еще там два мужика подрались там из-за этого. В общем, как бы, очень интересное мероприятие было. Это было в давние времена, сейчас там... Да, это при коммунизме было. То есть сейчас в пандемию там все стало очень сильно по-другому. Ну да. Уже могут предъявить и дать порожие за георгиевскую ленточку, и за то, что ты из Москвы, и за то, что ты из Украины. В общем, стало все очень тяжело сейчас. Да. Но были те времена, как раз вы там познакомились, в этом походе. Ну вот при коммунизме мы туда ходили, да. И именно там можно было познакомиться, ну где вы увидите православного серба. А вот в крестном ходу великолепском. И там любим, а там раз. Где вы увидите православного грека. Где вы увидите участников крестного хода, которые идут там из Киева в Почаев. Да, здравствуйте. Или еще где-то там тоже в Украине на какую-то гору идут, и все несут кресты. Да. Вот каждый несет свой крест на Голгофу. А у нас сейчас подошли новые зрители, и все спрашивают про Владыку. Ольга Андреева, да, это тот знаменитый Петр Степанов. Да. Который рассказывает интересности про русскую и православную церковь. И у него очень доброе сердце. Тут еще Константин Ник спрашивает, какие известные люди. Сам отец Петр. А, да. Да, да. А, еще спрашивают. Мой любимый батюшка. Вот, про Романа Степанова. Вот ваше мнение про служителя бунта. А, Никита Александровна. По вашему однофамильству Роман Степанов, который сказал, все епископы должны подавать налоговую декларацию. У него взял интервью известная такая журналистка и политик Тени Собчак, но потом потихонечку весь хайп сошел на нет. Вот как вы относитесь к этой теме? И знакомы ли вы с ним? С Романом Степановым лично не знаком. Ну, конечно, у него, скажем так, его позиция была очень интересная, что должны подавать декларацию. Вот, ну, как бы там, конечно, в реальности это было бы невозможно, я думаю, естественно, РПЦ бы не стала подавать декларацию, потому что там, по-моему, только у Московской патриархии в Швейцарии два банка находятся. Да, ну, как бы, какие декларации? Если выяснилось бы, что там, вот у нас есть металлургический комбинат в Магнитогорске, это город, куда я родом, да, для того, чтобы обслуживать операционные нужды предприятия с активами в 20 миллиардов долларов, достаточно одного банка в Швейцарии, да, а у Московской патриархии два банка. То есть представьте, какие это денежные объемы, да, и это только для вывода денег за рубеж, то есть внутри страны они банками не пользуются, это все наличкой возится. Поэтому, конечно, это был бы полный каюк, как говорит РПЦ, если бы они опубликовали декларацию, да даже если бы 10% опубликовали. Вот почему, кстати говоря, церковь так боится прихода Антихриста, да, вот этой вот всей чипизации, потому что если станет, потому что если не будет наличных денег, то вся структура рухнет, потому что нельзя будет прийти уже к губернатору, да, или там какому-нибудь спонсору и попросить денег на реставрацию храма, так как может выясниться, что митрополит-то местный богаче самого губернатора, да, если вся информация будет открыта. Поэтому, да, для церкви Антихрист это именно открытость всех денежных и финансовых операций, поэтому они вот так боятся. Это называется, да, прозрачность. Есть такая поговорка. Прозрачность. Второе имя Антихриста это прозрачность. Как смешно, ай, любимый. Ну, есть, да, поговорка такая, где черный наук, там и криминал. Но только если подавать налоговую декларацию, то есть прикол в чем, в чем не прав отец Роман, что если подавать налоговую, то черный наук в налоговой не отражается. В налоговой отражается то, что по белой зарплата, то, что какие-то доходы на недвижимость, как бы свой автомобиль он отразит, а автомобиль тещи он в налоговой декларации не отражает. Вот в чем прикол. И поэтому умные священники, они стараются, как лишние деньги завести, то сразу тещи, свекрови, там, всем детям купить по квартире и по машине. Потому что вот он в Москве, его завтра переведут в Мухасранск, ну и он будет голый. А так он скажет, пожалуйста, я на вас на всех наплюю, я лучше в баре буду подносить ананасную воду. Да, ну это да. Я уже заработал. В принципе. Вот, примерно так. Вот. Еленочка, Коля, приветствую вас. Как настроение, как здоровье? У нас в Масленице. У меня хорошее настроение. Как знаменитый священник Петр Степанов, который рассказывает интересность про русскую православную церковь. Да. И на Масленице на 8 марта мне отец Петр подарил свою красоту, свою любовь, свое счастье. И, в общем, мне подняло настроение. Ясно. Ясно. Хорошо. А, допустим, вот такой вопрос. Как вы относитесь, вопрос к священнику, как вы относитесь к науке и к научно-популярному контенту? В частности, теория эволюции Дарвина, в частности, исследование мощей радиоуглеродным методом, кампания по вскрытию мощей, когда вскрывали мощи, в присутствии народа записывали, что там такое. Ага. Кстати, Миксикс пишет, а в Европе уже пост. Ха-ха. Ну да. Вот вопрос про научно-поп. Науку научно-поп. Да, да. Сейчас, батюшка, как это у вас? Да, как относитесь? Вдем, батюшку. Ну, к науке я отношусь положительно. Я вообще считаю, конечно, что благодаря науке у нас есть и медицина, да, и у нас есть и фармакология. У нас есть, так, извините, у меня тут что-то такое-то не включилось. Сейчас его выключу. Так, все, тишина? Алло. Слышно, слышно. Да, что благодаря науке у нас появилась и медицина, и фармакология, и вообще жизнь людей улучшилась, да. Я думаю в том, что люди стали меньше болеть, меньше страдать, у людей появилось хорошее образование, да, они смогли построить комфортные, уютные дома. Я в этом ничего плохого не вижу. Вот, то с теорией Дарвина я как-то не знакомился. Может, если только в школьной программе, что-то из девятого класса помню, да, его теория эволюции, наследование генов, да, передача. Я вот даже не помню терминологию, вот это ничего конкретного не могу сказать. Вот, но в целом, я думаю, что, к сожалению, религия, вообще церковь очень боялась науки, потому что многие постулаты церкви, многие, они держались на чем-то понимании окружающей среды, да, если вспомнить гелиоцентрическую модель, за, собственно, создание которой церковь, значит, репрессировала, да, ученых. Вот, вот это, в этом была их большая ошибка, да, то есть церковь, это в первую очередь религия, это в первую очередь внутреннее духовное состояние человека, вот, а наука, это совершенно другая стезя, и эти, скажем таки, институты не должны пересекаться. Каждый должен обрабатывать свой надельчик, кто-то должен людям сердце пересаживать, да, кто-то должен заботиться о том, что у них на душе все было хорошо, вот, но смешивать эти понятия не стоит. К сожалению, церковь сделала в свое время ошибку, она эти понятия перемешала, и много было и страданий, и до сих пор это все вспоминают, хотя прошло уже много сотен лет, что нанесло большие репутационные потери от церкви, конечно, вот, но сейчас, я думаю, как-то это все устаканилось, и теперь люди, которые признают науку, они также и Бога признают существование Бога, да, и понимают прекрасно, что соблюдение заповедей, оно человеку помогает, вот, оно человеку помогает не повредить своей душе, созидать что-то внутреннее доброе, вот, и сейчас эти понятия, как наука и церковь, они более-менее дружат, ну, во всяком случае, то, что я вижу вокруг себя. Ясно. Да, кстати, очень интересную мысль батюшка сказал, мы с ним тоже согласны, потому что вот если взять просто учебник какой-нибудь, религиоведение, то религия это мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное, то есть религия действует там, где невозможно провести наблюдение или эксперимент, то есть если мы изобретем машину времени, отправимся во времена Иисуса Христа, мы узнаем точную дату его рождения, сфотографируем его, но для христианства это не особо важно, но мы никакой не сможем провести эксперимент, чтобы проверить, а есть ли в нем божественная человеческая природа или нет, и если есть, то действительно там не слитно, не раздельно, не разлучно. Мы можем только самого Иисуса Христа об этом спросить и поверить ему или не поверить, а для этого нам и машина времени нужна, то есть религия, она и наука, они в разных областях, в разные области действия. Бывает еще тема компетенции церкви, когда иногда церковь, например, опровергает эволюционизм на основе христианских мыслителей, которые жили во времена Дарвина и Дарвина справедливо критиковали, а сейчас эволюционизм, он проверяется легко, то есть можно, например, зайти на наш канал и посмотреть, как эволюционирует прическа Лены, то есть сначала просто платочек, котичка, а потом крашеные волосы, химзавивка, и, соответственно, также эволюционируют автомобили, также эволюционируют самолеты, пластиковые карточки, даже какой-нибудь топор эволюционирует, ну, и, как бы, эволюция, она научно подтверждается, она видна. Собачки эволюционируют. А если мы посмотрим живые существа, то увидим, как, например, эволюция, чем отличается Буаха, которая жила 10 тысяч лет и сейчас. Так что это интересная очень тема. Хотя и только и это, но и это. Сейчас еще вопрос задают. Я можно пять копеек своих ставлю по поводу эволюции? Что? Пять копеек ставлю свои по поводу эволюции. Я вспомнил веселую историю. У нас на приходе организовались туристические поездки в Манитогорске с кафедрального собора к местному так называемому старцу. Ну, я думаю, что при каждой епархии есть такой старец благодатный, который, значит, предсказывает будущее, лечит все болезни и того другое. Ну, вот у нас съездили прихожане, целый автобус их набрался, возвращаются назад храм и рассказывают. Такой батюшка, такой батюшка. Так он проповедовал. Ну, а что проповедовал табачка? Так он, говорит, так разбил теорию эволюции Дарвина. Как разбил? А он, говорит, вот вышел на проповедь и сказал. Вот посмотрите, говорит, братья и сестры, вот у меня за храмом козел пасется. Так вот, видите, этот козел 10 лет у меня уже живет, так он ни в динозавра, ни в черепаху не превратился. Так козлом и остался. Поэтому весь ваш Дарвинизм – это полная фигня. Вот. И люди были несказанно счастливы, увидели батюшки в этом, очень такого глубокого интеллигента, интеллигентного человека. Ну, а что, называется демагогия, ораторское искусство, это все античные философы, они же так и говорили. Это же, один говорит, движения нет, а другой говорит, ну вот видишь, я хожу перед тобой, хожу, хожу, хожу. Там еще один там что-то говорил, что какие там еще интересности у них были. А, ну типа Мира и Лизорина, вот, и типа на самом деле ничего нет, на самом деле простота, а мы это воспринимаем как какие-то вещи вокруг себя и себя тоже. Да. Помогают ли боги терпящим кораблекрушение? Ну, сколько рассказов о тех, кому помогли. Ну, а те, кому не помогли, они утонули, поэтому ничего не рассказали. Так что здесь интересно. Так, сейчас еще вопрос. Почему столько горя в мире? Я сегодня засомневалась в Голге, ты же такси. Вот, да, батюшки, это прям батюшки вокруг. Да, кстати. А я думаю, что здесь вопрос в том, что бог не нарушает волю человека. На самом деле он нам все дал, да, и ресурсов на земле достаточно, чтобы все были сыты. Вот, тут вот вы, нужно коснуться той темы, с которой вы начали беседу. Первый вопрос, да, об обществе потребления, да, ну вы с марксистской точки зрения на это посмотрели. И еще в Древнем Египте общество достигло такого развития, что в производящих областях экономики должно быть занято всего 30% населения. То есть 70% могли не работать. Но, к сожалению, если люди не работают, у них в голове заводятся всякие завиральные идеи. А главное из них, нужна ли власть. А власть очень не хочет, чтобы у людей такие идеи появлялись, поэтому они создают разнообразные приключения, вроде войн, конфликтов, да, и консолидируют вокруг себя людей за счет инстинкта самосохранения, перед, значит, заставляя сплотиться людей перед общим врагом. Вот, поэтому на самом деле ресурсов достаточно. Проблема в том, что Господь никого не насилует, а определенным людям им все-таки война, голод, какие-то проблемы. Им это выгодно. Выгодно для того, чтобы запугивать людей, объединять их в какие-то группы, да, по какому-то признаку. Вот, и этими группами управлять. Поэтому здесь дело не в Боге. Я думаю, что Господь был бы очень рад, если бы мы перестали друг с дружкой ссориться, гребсти каждый в свои ворота, как говорится, да, а жили бы в мире. И я думаю, что и все бы были счастливы, и здоровы, и живы, и намного меньше бы в мире было бы проблем. Но из-за существования свободы воли человек может решить, скажем так, к какой полярности он ближе, да, то ли ему жить добрым человеком, то ли ему использовать других людей, да, лишая их ресурсов, чтобы есть за двоих кто-то должен есть наполовину, да. Поэтому свобода за человеком, а отсюда насилие и возникает, к сожалению. Ясно. Вот еще спрашивают. Вот дети страдают, они же не виноваты. Почему Бог не защищает детей? Да. Например, вифленских младенцев. Или вот... Но страдают не только дети. Или вот, например, сейчас, да, вот праведный Иов тоже жил. Там, ну, Бог там, с дьяволом его испытывали, прибили его детей, которые не виноваты, слуг прибили. Самый Иов страдал, когда не было грехами. Нет, ну, все его испытывают, а вокруг него страдают эти дети. Ну, а у них тоже нет грехов. Вифленские младенцы, ну, это как бы классика. И тоже грехов нет. Вот как вы к этому относитесь? Почему так Бог? Ну, вот очень важный вопрос подняли, потому что многие люди, которые только приходят к вере, они эти начинают интересоваться. Их вот такие вот вопросы глобальные, да, они вызывают непонимание, вызывают большой интерес. И церковь здесь объясняет вот эту сложившуюся ситуацию следующим образом. Дело в том, что Господь думает о спасении всего мира и промышляет об этом спасении, да. И получается, что наша жизнь, наша жизнь, она временна. Вот это лишь небольшой участок. И какие-то страдания и, возможно, смерти отдельных людей, они не берутся в сравнение между спасением души, которая будет жить вечно и существовать в вечности. Поэтому, если сравнивать то, что какие-то события сократили жизнь человека, например, на 10 лет, но зато другому человеку позволят в вечности пребывать в благе, пребывать в Боге, да. Я думаю, что, ну, церковь объясняет, да, что эти вещи несравнимы. И, конечно, здесь приходится, скажем так, в сложные времена, в сложные времена приходится идти на сложные меры. Поэтому, да, бывают ситуации, когда кому-то нужно пострадать, чтобы потом, значит, другой человек спасся. Это, знаете, есть такой фильм замечательный, «Список Шиндлера», вот, когда в концлагере немецком один из местных жителей организовал производство, да, и он организовал это производство, где трудились военнопленные для того, чтобы заработать денег. Но прошло время, он познакомился с этими людьми, проникся ими, они ему стали по-настоящему дороги. И в конце фильма он очень сильно сокрушался, сокрушался, что он не смог спасти каждого. И даже сдернул себя с груди фашистский значок, который был выполнен из золота. И говорил, что вот если бы я этот значок продал, я бы мог спасти еще двух людей. Поэтому жизнь человека, она, знаете, у человека мозги за день не вправляются, да. А людям приходится пройти большой жизненный путь, чтобы сделать какие-то выводы, вот, чтобы пересмотреть свою позицию в отношении всего происходящего. И бывает, что, да, кому-то нужно умереть, чтобы кто-то другой одумался. Да, ясно. Вот, советуем посмотреть разбор Клим Жуков и Гоблин по имени Дмитрий Пучков, вот именно вот этого фильма, список Шиндлера. Да, Шиндлера. Вот, они очень интересно разбираются с исторической точки зрения. То есть Гоблина и Жукова мы смотрим, потому что они именно, вот, разбор исторического фильма, что неправильно показано и что с исторической точки зрения было немножко не так. То есть Клим Жуков, это историк-беталист, работал в Эрмитаже, ну, вот, советуем, да, раз уж вспомнили. И Икс, Икс еще спрашивает, что церковь говорит о реинкарнации. Интересно мнение батюшки. Ну, церковь осудила тезис о переселении душ, еще, по-моему, в первые века это произошло. Вот, а тезис о предсуществовании душ, то есть душа человека формируется в момент зачатия человека. То есть, когда человека зачинают, тогда у него появляется душа. И эта душа остается навсегда, и в следующей жизни у человека будет новое тело, лишенное болезней, тления и страданий, да, которое снова соединится с душой. Ну, вот, мнение церкви такое, в данном деле. Да, то есть, в принципе, еще хорошо реинкарнацию опровергает такое мнение. То есть, допустим, Иисус Христос – это воплощение архангела Михаила, то есть, если такое предположить, то тогда что получается, что архангела Михаила не существует, а потом Серафим Саровский – воплощение Иисуса Христа. Тогда что, Иисуса Христа не существует? То есть, вот такое простое на пальцах буквально объяснение есть, что реинкарнация в христианстве не работает. Я не вышла в расангелом. Вот. А жизнь с момента зачатия – это тоже интересный момент. Мы однажды записали такой видос, где разбирали мнение, что, например, некоторые святые отцы ссылаются на мысль, а как это? Нерожденный зародыш – это что, образ Божий уже? Вот, по-моему, кто-то из… по-моему, Блаженный Августин вот так писал. Да, Блаженный Августин – это самый эмбрион. Или вот еще. Если, допустим, как… что там там писали-то? Ну, то есть, что… как можно недоразбитый эмбрион, а сравнивать с человеком? Нет, 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 нет. Вот. Еще, что если однояйцевые близнецы, то есть одно зачатие. Да. Потом разделяется, то есть, получается, была одна душа. Вырастает полноценных два человека. И эмбрион разделился на два эмбриона. То откуда взялась вторая душа? Да. Ну, то есть, это интересная тема. Это тема очень интересная для полемики, потому что разные христианские мыслители имели разные мнения на эту тему. Поэтому у нас еще есть группа, где мы разбираем тему аборт – это убийство. И в контексте этого вопросы, касающиеся души и тела, потому что очень интересная тема. Нам задали очень важный вопрос Татьяна Гусева. Здравствуйте, Морозовы и Батюшка. Вопрос. Какие переводы Библии в ходу? Почему они разные? Например, перевод 144 от Сама, «Молитва перед едой». Первый вариант. «Очи всех на Тя, Господи, уповают, Ты даши им пищу во благовремени, отверзаешься ты щедру руку Твою и исполняешься всякое животное благоволение из псалтыри». Хоть так бежит чат вообще. Вот. Ну, вопрос понятен, батюшки, наверное. Почему разные переводы писал Терри? Изданные в Киеве по благословению митрополита Киевского. Ну, видите, нету, во-первых, нету двух одинаковых людей. Каждый человек воспринимает реальность через призму своего опыта, своего характера, с которым он родился. Во-первых, первое отличие. Во-вторых, конечно же, политическая сторона вопроса. Перед разными переводчиками, над разными переводчиками стояли разные господа, которые требовали, скажем так, ну, склонения от тех или иных слов в свою сторону. Поэтому здесь вот такая позиция у меня. И переводы тоже надо понимать. Вот спрашивают. Что? Благоволение. Слово «благоволение». Как понимать? Благоволение? Благоволение, животное благоволение. А что здесь? А что здесь понимать? Благоволение. Благоволение дает благо, да? Дает благо. Вот. Ясно. Про ислам спрашивают. Как вы относитесь к мусульманам? Общались ли вы с мусульманами на богословские темы? Считаете ли вы в Коране какую-нибудь духовность? Ну, с мусульманами общался много, да? Я 10 лет, собственно, практически все мое служение прошло в Башкирии, поэтому много общался, но на богословские темы никогда не разговаривал. А что касается такого, таких житейских вопросов, да, они на меня произвели очень положительное впечатление. Добрые, порядочные люди, добрее православных, кстати говоря, не знаю почему так. Ну, возможно, только в Башкирии, да? Что-то в Башкирии православные, они немножко злее, чем в других регионах России. Вот. А башкиры, кто вот мусульмане, они наоборот как-то душевнее, добрее. Вот. О каких-то темах богословских не заходила у меня никогда беседа. Возможно, только что касалось там каких-то культурных взаимодействий, да, как себя нужно вести за столом перед мусульманами, среди мусульман, да, что молодой должен спрашивать там разрешение встать. Из-за стола лисейзерского аксакала, да, у старшего по возрасту. Ну, вот какие-то такие нюансы, но на богословские темы мы никогда не беседовали, я этим вопросом не интересовался даже. А вот какой-нибудь конфликт, допустим, на молитвенной, на литургической, на такой служебной почве, ну, например, вы можете просто сказать Аллах Акбар, то есть буквально слава Аллаху. То есть нет смысла. Конечно, Аллах Акбар, Бог велик. Да. Ну, то есть это же можно христианину сказать? Конечно, конечно. Вот, мы тоже так считаем, что можно. А сколько из-за этого было вообще конфликтов? Я помню, в самой своей юности был знаком с отцом Даниилом Сысоевым. Вот как раз из-за такого, ну, говорю буквально всякие гадости про мусульман, про старших, про пророка Мухаммада. Ну, и в общем, в конце концов спровоцировал, что приезжали, возвращались к его мусульмане, с которыми он имел беседы к себе. И им у себя говорили, ну, вообще, какие здесь в Москве ненормальные христиане. Ну, и в конце концов, вот тот молодой парень, который его застрелил, он, в общем-то, фактически считал, что за веру. Ну, если бы вовремя, конечно, Даниилу Сысоеву донесли бы, то все были бы живы. Потому что, ну, такой конфликт спровоцировал. Ну, там, на самом деле, в то время было очень много всего, когда... Девчон пристает к отцу Петру, потому что меня завидует. Так, нет, 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 нет. Девчон нам завидует. А, спрашивают, вы голосовали ли вы на выборах? И будете ли вы голосовать? И голосуете ли вы вообще? Нет, я никогда не голосовал. И как-то в этот раз тоже не пойду. Я думаю, там вопрос предрешенный. Вот, ну, как участвовать в какой-то активности проявить? Ну, во-первых, мне тут надо в консульство идти. Как бы я не очень хочу светиться среди представителей миссии. Ну, и, честно говоря, даже если бы я находился в России, я бы навряд ли пошел голосовать. Ясно. Ну, мы тоже политические пофигисты. Мы голосуем за «А мне пофиг». То есть, чтобы проголосовать за «А мне пофиг», надо или не ходить на выборы, или прийти на выборы и поставить галочку напротив фамилии человека, который не будет защищать ваши экономические и политические интересы, и на деятельность которого вы никак не можете повлиять. Ой, как смешно. Это мы называем «Голосуй за мне пофиг». Это в Ютубе есть такой видос, там много набрал просмотров. Вот, так. Мне кажется, Надев такой прикольный нам завидует. А, ваша любимая молитва, батюшки спрашивают. Да, как-то нет такой. Не знаю. Вот вы сказали, вопросы задали, и я задумался. Никогда перед собой таких вопросов не ставил, даже не знаю, что ответить. Ну, моя, например, «Господи, помилуй», потому что кратко, от души можно сказать. Можно матом выругаться, можно сказать «Господи, помилуй», «Господи, прости». А Акафист, ну... У меня вот тоже молитва «Господи, помилуй», «Господи, прости» еще и Иисусова молитва. Да. Вот. Вот. Да. Ясно. Вот, видите, вы знаете, я над этим подумаю, может быть, потом, если будем вместе проводить, я вам скажу. Дальше, какие ваши творческие планы? А какие планы? Рассказывать, рассказывать о церкви, рассказывать о том, что, ну, какую-то правду, какую-то истину о том, как складывалась культура православная, церковная, да, что в ней правда, что кривда, чтобы у людей складывалась правильная внутренняя позиция, да, потому что церковь, она паразитирует. По-моему, Арестович как-то сказал этого дома своих эфиров, что любая власть, она паразитирует на воспалениях мозгов, да. Вот церковь, она эти воспаления сначала создает в людях, а потом на них паразитив. Поэтому я думаю, что нужно эти вещи рассказывать, объяснять, не насиловать их своей волей, да, своим мнением, а, скажем, такие вопросы поднимать, отвечая на которые, человек бы сам сделал свой выбор и понял, где его пытаются обмануть, а где правда. Поэтому я считаю, что нужно об этом разговаривать, и вы тоже правильно делаете, что поднимаете эти вопросы, объясняете людям. Потому что церковь, она, не скажу, что всегда, но в большинстве случаев, говорит и отвечает на вопросы так, как, скажем, ей выгодно, а не так, как было бы полезно для самого человека. Вот. Ясно. Да. Поддерживаем. Да, интересное мнение, да. Вот, хорошо. Так. Ну, там, кстати, вот даже вот насчет правды и кривды, даже вот в литургической жизни, вот полно всяких причин, довольно неуважительных, почему людям отказывают в исповеди причастия. И причем именно неуважительные причины, а зачастую даже отказывают в совместной молитве. Будет мубанка. Например, по политическим мотивам. Ну, вот как-то вот, ну, просто человек им не понравился. Да даже не по политическим, просто по личной неприязни. И это тоже так же. И это абсолютно именно кривда и большой страшный грех у многих церковников, к сожалению. Очень тяжелый грех. Почему, Лена, когда говорит, лоб морщит? Ну, так получается, в школе тоже лоб морщит. А батюшка лоб не морщит. Ну, вы это не увидите. Только на ютубе это. Так, вот, да, интересная тема. Сколько вот времени вы можете сегодня еще побыть у нас на эфире? Да я думаю, наверное, с полчасика еще могу. Как вы скажете? Ясно. Ну, на самом деле, по нам, чем дольше, тем лучше. Еще, ну, раз уж у нас вот так получилось, сейчас подождение. Батюшка, чем дольше, тем лучше, сколько у вас церкви не найдется. Вот. Мы же можем еще сделать внеочередной какой-нибудь эфир, какой-нибудь посвященный какой-нибудь одной теме. Соответственно, чтобы очень длинные эфиры не делать, например, Лена расскажет, допустим, про то, как ее, как девушку обижали в ее храме. Коля, например, может рассказать про семинарию. Ну, соответственно, чтобы был как раз такой тематический диалог, где-нибудь, может быть, на полчаса, и мы бы это сохранили бы из Ютуба, записали бы, и вам бы тоже переслали, чтобы у вас тоже была версия. Как вы к такому относитесь? Да я замечательно, потому что и у меня многие подписчики спрашивают и просят рассказать о ситуациях, которые складываются в семинариях, да, потому что у кого-то дети подумают над тем, чтобы поступить в семинарию, да, и людям важно знать, с чем они столкнутся, как у них будут складываться обстоятельства, да, там. То есть, во-первых, рассчитать свои силы, а во-вторых, понимать, как нужно действовать, если они с этим столкнутся. А вот о том, что касается отношения к взрослых мужчин, к молодым девушкам и юношам, это тоже отдельная тема, но она такая, знаете, в российском обществе слегка табуированная, это трудно очень раскачать народное внимание вот этих вот процессов, что в церковь, скажем так, половой вопрос, он очень остро стоит, и совершенно в священном начале они задумываются о том, что они делают, да, и как это может повлиять на человека, как они человека обижают, оскорбляют своими действиями, да, даже, даже не действиями, даже намеками можно человека очень сильно унизить. И вот это тоже вопрос, который нужно поднимать, о котором нужно говорить, чтобы немножко они все-таки себя вели поспокойнее. Да. В этом плане. Тем более же еще вот психологическое насилие, что просто ребенка вытаскивают, заставляют идти в храм и просто отстоять в душном темном помещении, где жопы на уровне лица, и ребенку это реально не нравится. Ой, у нас в церкви вообще очень любят насилие психологическое, у нас только человек зашел в храм, уже начинается насилие психологическое. Поэтому про это нужно, конечно, говорить. Даже в Москве это есть, а в глубинке этого еще больше. А, вот еще тут спрашивают про обновленчество, потому что вот известный исторический факт, что и февральскую, и октябрьскую революцию поддержало довольно много священства. Как правило, из какой-нибудь глухой деревни он видит такую же самую несправедливость, как и сейчас, что один в Москве, в Питере и служит очень хорошо, а другой, в общем, очень бедно служит. Вот, все грустно, все плохо, и он вроде как за своих же крестьян, потому что он тоже понимает, что все-таки несправедливо. И почему-то им дали лучшие храмы, но ничего у них не вышло. К ним просто народ не ходил. Почему-то. Как вы считаете, в чем здесь причина? Ну, я думаю, тут два фактора есть. Первый фактор то, что, знаете, как вот с точки зрения теории дарвинизма, выживает сильнейший все-таки священники, которые служат в глубинке, оказались в глубинке, да, они не всегда там оказываются по каким-то необъективным причинам. То есть бывает, что человек действительно запивает, бывает, что человек, ну, как-то не умеет построить деятельность на приходе, да. И когда им раздали такие большие храмы, ну, это как, собственно, при революции было, да, когда вчерашнего матроса сегодня могли поставить директором завода, да, а потом этот завод благополучно разваливаться начинал, да. Человека к стенке обвиняли его, что он японский шпион, ставили нового, и опять все по тем же рельсам происходило. Вот это первый фактор. А второй фактор, что руководство обновленчества было, скажем так, не самое, во-первых, неопытное, да, а во-вторых, наверное, не самое интеллигентное, поэтому движение вот это и заглохло. А во-вторых, они, как бы нужно смотреть причины вообще политические, да, их хотели использовать как определенную силу, но по мере установления советского режима, режим понял, что им, собственно, эта сила не нужна. И поэтому тут сама власть тоже перекрыла рубильник, и финансирование обрубила, и поддерживать их перестало, да, по-моему, там власть сама от них и отреклась в какой-то момент, потом навречество. Ну, просто они там не были еще в свои конфликты, что там в алтаре подрались, что народ к ним не ходит. Ну, здесь вообще, да, интересная тема, мало исследованная, но... Ну, там было, как всегда, много факторов. Ну, самая главная, конечно, причина, что вот если батюшка, он служит в деревне, и там у него просто деревянный срок с крестом, и ему дают храм Христа Спасителя, то или что-то аналогичное, он просто не знает, а как вообще с этим справляться. Ну, как бы... Ну, что тут это не было. Ну, да. Вот. Сейчас. То есть тут нам, кстати, сегодня еще тоже антиваксеры пишут, что якобы вакцины вредны, якобы вредны не только для прививающихся, но также для их детей, которые рождаются от этих привитых. И это один вопрос. А другой вопрос нам задали, почему церковь поддержала коронавирусию. Да, Лена привилась. Вот. Кого бы держала? Правильно. Да, потому что, ну, тут еще дополню, потому что ведь печать антихрист, это в Римской империи было, что заходя на рынок, должен какой-то обряд совершить, на руку, на лоб мазнут, и на масочный режим, в общем, это похоже. Но именно на масочный режим, а не на вакцинацию, понимаете, в чем такое? Ну, просто омовения дополнительные, ритуальные, что там перед чашу омыть, а говорят, что нельзя заразиться через Евхаристию. Ага, вот-вот-вот, прикольно, как смешно. Вот, про коронавирусия, вот вопрос, смотрите. Ой, более того, ладно чашу обмыть. Тут вообще даже людей на пасху храм не пустили. Да, как раз Сергей Романов протестовал против этого, его из старцев исключили. Да не из старцев, а подвергли всевозможным репрессиям. Я думаю, что церковь сейчас в нынешнем положении, она может поддержать не только там ковид-обесии, а все, что угодно. А вот даже если завтра начнут строить газовые камеры и зарин туда завозить, батюшки наши с удовольствием это все дело осветят. Вот они как бы вопросы сейчас не задают по поводу того, можно, не можно, плохо, неплохо. Если ты пойдешь в разрез с существующей системой, да, тебя просто выгонят. И ты останешься на улице без средства к существованию. Поэтому вопрос нравственный в церкви вообще не стоит. Не знаю, как раньше было, мне кажется, и раньше особо не стоял. Вот сейчас он, в принципе, отсутствует как социальное явление. Все просто такая приказная салдафонская система. Что сказали, то и делаем. Ну да. Спрашивают, в церкви сейчас мало верующих священников и иерархов, они верят в деньги, а не во Христа. И другой вопрос, почему так? Из-за денег? Ну, здесь идет определенная селекция, понимаете. А как управлять священником, да, ну и вообще группой, да, какой-то даже небольшой людей? Ну, конечно, людям, которые, значит, любят деньги, имеют какие-то нравственные недостатки, за которые их можно подцепить. Намного же проще. Если священник блудит, всегда можно иметь папочку в столе на него и угрожать ему лишением сана, да, или какими-то другими правилами святых апостолов. Если человек любит деньги, он за эти деньги тоже готов на все, что угодно пойти. И такие люди, они не вызывают страха у епископа. Независимых людей никто не любит. От них всегда пытаются избавиться. Это не только в церкви, это в государственной машине. Мы то же самое видим. Как только человек проявляет какую-то свободу, какую-то независимость, самые жесткие репрессии, да, наступают. За убийство меньше дают, и он за проявление свободы. Поэтому, да, любая власть хочет чувствовать себя спокойно, а спокойно она может чувствовать только, когда вокруг слабые люди. Поэтому в церкви та же самая селекция идет. Тоже отбирают самых недостойных, потому что именно недостойными можно управлять. Ну да, то есть человек может быть хоть золотым, но будет подвергаться репрессиям. Еще вот спрашивают батюшку, есть ли у вас попадья, есть ли у вас дети. Так я же монах. А. Да, монах. И очень хороший, кстати, монах. Действительно настоящий. Кстати, это правда. А, соответственно, раз монах, вы в каком-то монастыре жили или на своей территории, и только на службу приходите? Как жизнь была организована? Я жил в Пророк-Иглинском мужском монастыре, село Месягутово. А, село какое? Месягутово. А, Месягутово. Угу. Это вообще, как считается, большой, маленький монастырь? Престижный, непрестижный? Нет, это монастырь считается ссыльный. Вот к нам туда засылали всех неугодных. Это знаете, как примерно такой лагерь в советское время, куда по 56-й статье ссылали всю самую такую интеллигенцию, да, с Совета. С Советов. Вот, и у меня примерно, у нас такая примерно ситуация была в монастыре, к нам ссылали неугодных батюшек, но потом они были все очень умные, интеллигентные люди. У нас там был врач-психиатр, который потом стал священником, был бывший киноактер, который рассказывал про теорию драматургии, очень интересно. Кого-то только не побывало. Я, собственно, с разными людьми пообщался, и время жизни в монастыре моё, это было, наверное, самым интересным временем в жизни. Да, действительно, не монастырь, а сокровищница настоящая. Ну, мы волонтерствовали, ездили в паломничество, поэтому там где-то попроситься картошку почистить, помыть что-то, и всегда тоже интересные люди, тоже всегда интересно рассказывать. Да, и ещё раз, кстати, у меня очень большая такая мечта тайная, хоть раз жизнью побывать в паломничество пророка Ильинского монастыря. Ой, а Лена, она хочет везде побывать. Он очень необычный, этот монастырь, там, как в той песне. Целое море цветов! Вот, тут ещё вопрос. Да. Вопрос задаёт Юлия, какое отношение ваше к ПЦУ и УПЦ? То есть, вероятно, конфликт в Украине двух конкурирующих церквей. ПЦУ и УПЦ, в общем, да. Ну, а УПЦ это было всегда подразделение Московской Патриархии, они полностью подчинялись. Собственно, никакой независимости у них никогда и не было, понятное дело. Ну, а ПЦУ они решили создать свою какую-то более независимую от Московской Патриархии церковь. Со своим таким стержнем, да, управленческим, со своей вертикалью власти. Вот, примерно такая ситуация. А как вы считаете, это хорошо, что вот две конкурирующие церкви, они больше друг другу помогают, что лучшее получается, или больше они, как бы, топят друг друга, и в результате обыватель скажет, что все христиане плохие? Ну, я не думаю, что там у УПЦ получится втоптать кого-то, да, потому что она в заведомо проигрышном положении, потому что она все-таки как российская церковь, да, находится на украинской земле, а мы знаем, что российская армия сделала с Украиной. Вот, поэтому я думаю, конечно, со временем вся церковь встанет ПЦУ, УПЦ туда потихонечку выдавят. Вот, ну, конечно, то, что происходит конфликт, вот, хорошего в этом нету, хотелось бы, чтобы это все мирным путем произошло, да, но происходит так, как происходит, вот, на пользу ли это или нет, я думаю, что да, на пользу, почему должна быть в Украине своя независимая церковь, независимая от Москвы. Ну, сейчас идет разделение, это на эту тему такая, ну, у нас двигаем такую тему, что, как в «Звездных войнах», когда там крейсер развалился пополам, не беда, половина крейсера еще осталась. Это раскол 18-го года, вот так характеризует. Вот тут спрашивают вопрос такой про монашество. Пытался держать целебат, холодный душ, молитва, но как увижу женщин по телевизору или на картинке, похоть побеждала, как вы справляетесь с физиологическим мужским инстинктом? Да, если, конечно, этим инстинктом очень. Это, помните, фильм такой был с Адриана Чилинтана, да? Да, да, да. «Прощение стропивого» назывался, нет? Там был тоже такой Падре. И вот они там, значит, оба такие воздержанники, да? Вот один дрова рубил, другой в колокол все время молотил. Как бы вымечали энергию, куда-то выпускали. Но я дрова рубил в монастыре. У меня был там такой колонна длинной ручки, дровник был. И вот я обычно занимался запасением дров. Он лишнюю энергию выплескивал. Вот мы с женой тоже запасали, поэтому сейчас на даче сидим. Потому что неизвестно, что будет. У нас Москва тоже такой город, что то Пайбожин туда с войском шел, то коронабисие. Да, вот так. Поэтому на даче можно отсидеться. Ага. Повысили степень автономности своего жилища. Повысили степень, да. То есть можно, конечно, встретить оси или кабана, или ежика. Ну, это все безобидно. Но, проще договориться, чем с двуногими. Более того, даже оси и кабан довольно безобидны по сравнению с двуногими-тищниками. Так, вот. А, тут девчата пишет, Коль. Ладно, так, так, так. Ну, хейт не читаем. Ну, это да. Если все-таки руки спустить в поезд. А, пустились. А, ладно. Так. Лена, не молчи. А, тут еще тоже спрашивают. Можно ли на исповеди озвучивать проблемы с плотью, с похотью? Да. Можно ли эти проблемы называть на исповеди? А, ну, тут нужно разделять. Есть понятие исповеди, есть понятие духовной беседы, да. Обычно принято на исповеди, это вот перечисление каких-то грехов своих, которых батюшка потом отпускает, читает молитву. Вот. А, что касается углубления в эти вопросы, да, внутренние, ну, об этом нужно разговаривать с каждым священником отдельно. Вот. То есть, готов батюшка, скажем, послушать это все, но это же тоже определенное искушение. Готов человек на это или не готов? То есть, здесь вот так. Ну, в принципе, да. То есть, потому что священники, они тоже любят деликатность, и они это понимают, и тогда все-таки они прихожанам все-таки больше разрешают. А вот есть старцы, да, вот есть такие, как любят говорить, духоносные старцы, которые сейчас исповедуют, там, генеральная исповедь, там, вспомни всех любовников, имена назови, я помолюсь, там, обязательно назови там все аборты, назови там, ну, в общем, всякую вот эту, не забудь успокаиваться в убийстве Николая Второго. Как вы к таким относитесь, старцам? Ну, а что дедушки сидят там, строят из себя старцев, как бы развлекаются, на пенсии-то делать нефиг, как говорится. Вот прикалываются над молодежью, конечно, замучить какую-нибудь красивую молодую девушку, это определенное, значит, удовольствие отдельное от других. Ну, поэтому я думаю, к этим старцам не нужно просто ходить. Если начинают насильно ковыряться в твоей душе, в твоих грехах, то от этого человека лучше отойти. А, ну, я такое не воспринимаю, как объезд, то есть я не чувствую насилие. Вот я, например, ходила тоже, иногда находила что-то похожее, но я не чувствую никакого насилия по отношению к себе, поэтому я как-то оставалась спокойно. Ну, единственное, да, там, ответственность, да, вот старец, это ответственность, да, немного волнуюсь, как бы, но в то же время говорю, там, молюсь, господи, возьми под свое руководство его и меня, тем более, я еще больше нуждаюсь, чем он. Ну, вот веди нас, чтобы Исту и все-таки оказалась идеальной, ему не в ущерб, и мне в радость, и на пользу. Ну, вот как-то так. А так, люблю исповедовать его, таких тоже в том числе, какие странно. Как вы считаете, вот, возможно ли духовничество, вот спрашивают, возможно ли духовничество в миру, когда вот просто человек приходит в храм, не живет в монастыре, а просто пришел в храм, задает какие-то вопросы, и батюшка, скажи, как мне жить, менять работу, разводиться, жениться, заводить кота, не заводить кота. То есть, по идее, духовничество, оно было в монастырях, когда общий быт, соответственно, спрашиваешь того, кто 20 лет здесь живет, и он какое-то что-то умное может подсказать. А вот на приходе просто прийти к кому-то, и что-то совет получить дельный. Как вы считаете, возможно ли, или это все ерунда? Ну, это духовничество все сводится к нескольким простым вещам. Совсем смиряйся, ни с кем не спорь, всех любви, люби, каким-то таким вот вопросом, да, потому что священник, он же тоже зажат в рамки той религии, адептом которой, скажем так, он является, да. Вот эти все духовничества, кому вы не сходите на исповедь, вам скажут все одно и то же, что батюшка, которому 20 лет, что которому 70 лет. Они что вам другого могут сказать, да, если там приходит женщина, говорит меня, муж бьет, пьет, что мне делать? Священник же не может сказать, разводись. Он скажет, любишь, терпи, смиряйся, молись. То есть ответы-то у всех одинаковые, что у старца духовностного, что у молодого батюшки. Это да. Поэтому я... Да, ну, по крайней мере, когда мы с Леной познакомились, то все говорили, а вот психические заболевания, ни в коем случае не жениться. Там даже, ну, и там я помогал в одном фонде, который занимался усыновлением и распределением детишек там по всяким приютам. И там руководительница даже организовала встречу вот меня, Лены, и директора психбольницы. Вот мы там как раз ночевали в Крестном ходу в одном месте. И, соответственно, это ты говоришь. А, почему нельзя жениться? У меня вот там три этажа таких людей, которые, да, курс лечения проходят, потом и женятся, и замуж выходят, и семьи создают. А доктор был очень необычный, он его сразу влюбился. В общем, дамочку, конечно, смутил, потому что она была в полной уверенности, она прочитала «Безумие помеха для брака». А, ну да, 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 во-во. Обратился я там в психушку, там полежал с депрессией, с послеродовой или с обычной, или институтской, и все, безумие. Нельзя причащать, нельзя жениться. Ой, вообще ничего нельзя. Может, лучше человека убить тогда, если он тяжело болен. А эстаназия тоже запрещена, припеться. Да. Ну что ж человек страдает, за что? Типа жили в чистоте. Особенно, когда с детства ребенок вырос уже в таком состоянии, он за что страдает? У него вообще были изначально грехи? Или он уже нагрешил только на фоне болезни? А это не считается, кстати. Да, такая тема была. Вот про отношения России и Украины спрашивают ваше мнение. Так а какие отношения? Война и... Да, война, спецоперация. Как вы, что про эти темы думаете? Я осуждаю войну, конечно. Я осуждаю. Потому что, ну что войне может быть хорошей? Смерти, с одной и с другой стороны. Да. Хотелось бы, чтобы помирились, если честно. Понятно. Все спрашивают, а кто будет следующий патриарх? В нашем мнении. Да, ваше мнение. Кирилл Наконечный. Кто? Кирилл Наконечный, это митрополит казанский, нынче был екатеринбургский, сейчас казанский. Он обладает хорошими связями, епископат его любит. Вот, хорошие связи у него. Вот за него проголосует большинство, скорее всего. Так, Кирилл Наконечный, запомним. Кирилл Наконечный, да. Тогда, может, запиши туда-нибудь, что вы. Да, 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 да. Новый кандидат в Суриаре. Мы погуглим, потому что, например, вот этот персонаж, мы его вообще даже не знаем. Ну, он знаком таким внутренней церковной жизни. Я думаю, все, большинство людей думают на Шевкунова, что Шевкунов станет патриархом. Но за него голосовать не будет никто. Его епископат ненавидит. Ну да, то есть мы, как бы, говорят, Алфеев и Шевкунов. Но обоих сейчас отослали куда-то подальше от начальства. Да, да. Поэтому вот посмотрим, будет Кирилл второй тогда. А вот Давид пишет, Лена, как появился батюшка, сразу расцвела, эмоционировать стала, радоваться. Абсолютно верно. Это все так. Хорошее настроение. Ну, естественно. Дожили до Масленицы. Увидели любимого прекрасного священника. Пригласили, да, интересного батюшку на стрим. Да, это чудо. Это настоящее чудо. Я тоже рад, что с вами удалось поговорить. И вот про молодежь спрашивают. Как вы считаете, церковь и молодежь, какие должны быть отношения? Да. Как вообще молодежь и церковь привлекать и чем? Ой, ну, не знаю, даже этот вопрос такой. Молодежь, молодежь жалко. Приходит в рам с этим всем сталкивается. Но, с другой стороны, нужно, наверное, с каким-то критическим мышлением подходить к церкви. Не нужно доверять всему, что говорят, всему, что написано в книжках. Потому что у нас очень часто это случается, что принимают все на веру и не пытаются как-то осознать, с какой целью те или иные вещи сказаны, написаны или приняты в церкви. А вообще, я думаю, что, конечно, церковь, она замечательным образом может вставить мозги любому человеку на место. Потому что увидеть вот этот весь абсурд, который там происходит своими глазами, он очень, скажем, такое столкновение с реальностью происходит. И человек сразу начинает в жизни ориентироваться, различать белое от черного. Потому что в обычной мирской жизни все немножко разлыбно, понятие. А в церкви все очень становится ясно. К чему приходит послушание, смирение вот этого совсем подряд. Человек понимает, что происходит. Поэтому я вообще рекомендую всем сходить именно в монастырь на послушание, чтобы с этим всем столкнуться. Когда сахар в чай кладешь только с благословения. Вот это надо все прожить, увидеть своими глазами и понять, что в жизни действительно ценно. Ага. А вот когда я был молодежью, то тогда было в моде при Патриархе Алексии православный рок, православный рэп. Да, да. Там священников с гитарами было больше, чем священников без гитар. Да, но при Алексии был коммунизм церкви. Но потихоньку все начало накрываться платочком, потому что просто рок-музыкант без православного груза на ноги, он более конкурентоспособен. Он и тема больше, и таланта больше, а какая-то движуха с роком, с тусовками с молодежными после Акафиста, она гораздо менее интересна, чем без Акафиста. Да. И потихоньку получилось, что то, где что-то соединили в одно, результат получился хуже, чем и одно, и хуже, чем другое. Ну, то есть нормальная практика, как скрестить корабль и самолет, получилось и хуже, чем самолет, и хуже, чем корабль. Задали вопрос, а как же митрополит Тихон? Он же в фаворе, и связи у него покруче будут. Ну, Тихон Шевкунов, видите, у него концепция какая, он ломает психику российскому епископату, потому что он не берет взяток. Да, а епископ, он хочет жить и знать, что если вот он там решит на Дудистский пляж в Германию съездить, да, махнуть, как говорится, на недельку, и его там сфотографирует, и потом эта фотография всплывет в московской патриархии, он должен знать, что он может привезти чемодан с долларами, да, и остаться на своем месте при своей должности, и ничего с ним не сделаем. Да, Шевкунов он взяток не берет, и поэтому каждый епископ понимает, что если Шевкунов станет патриархом, то неизвестно, как с ним взаимодействовать, собственно говоря, да, как с ним договариваться, как, что он будет делать. А всем хочется одного в жизни, всем хочется понимать, что будет завтра, это главная потребность человека, да, нервная система очень любит контроль, да, чтобы была взаимосвязь между настоящим и будущим. Вот Шевкунов этой взаимосвязи не дает, никто не знает, что он там будет творить, как он себя будет вести, поэтому никто за него голосовать не будет. Его епископат, мягко говоря, недолюбливает, у него шансов нет. А вот книгу «Не святые святые» вы читали, и как она вам понравилась, не понравилась? Ну, не читал, несколько рассказов слышал из уст людей, которые прочитали. Ну, это сказки, там ни слова правды, это сказка все. Сейчас скажу. Мне больше всего понравилась в «Не святых святых» такая история, что типа в послереволюционное время был водочный, виноводочный завод, его разгромили, и, соответственно, спирт слили в песок. И мужики, соответственно, начали этот песок добывать, водить на тележках. Ну, как бы, спирт-то он испаряется. Поэтому то, что батюшка не знает физику и такими же считает своих читателей, ну, это интересно. Да, нам задали вопрос, где в обе в РПЦ, что будет дальше? Так и будет замалчиваться, или же проблема будет уходить из РПЦ? А, первую часть фразы упустил, не услышал. Гей-лобби в РПЦ, что будет дальше? Что? А, гей-лобби? Гей-лобби, да. Что будет дальше? Да, так, а ничего не будет? Нет, все будет только развиваться. Почему? А куда она будет уходить, если власть все больше покрывает церковь? То есть, при Алексее, например, были епископы, которые за это дело были в запрете. При Кирилле, ну, вот за 15 лет, по-моему, один только попал под это дело. И то там, собственно говоря, все под вопросом, потому что, когда я говорю сейчас про Игнатия, Игнатия Костомурского епископа, когда там какая ситуация была, кто-то выложил фотографию, как, значит, лежит какое-то тело спиной, понятно, к зрителям, а напротив стоит и подьякон в панагии, которую Игнатию подарил чуть ли не сам святейший. Она вот такой формы, что больше таких нет. И всем стало понятно, что это он. И, собственно говоря, был церковный суд, его там то ли из Вергресана, то ли в запрет вечный, я что-то не помню подробностей, но смысл в чем? Ему же выкатили ценник за решение данного вопроса, а он платить отказался. Поэтому все вот эти суды, они происходят когда? Когда либо у епископа денег нет, либо он зажал, как говорится, деньги. А правды нет, и никто это не контролирует, никто с этим бороться не собирается. И даже если соберется, смысла с этим бороться нет никакого, потому что это проблема глобальная, ну, в рамках РПЦ, как минимум. Ну, так тут же боятся скандала больше всего. А если скандал возник, в прессу попало, то не изменится ли это? Конечно, изменится. Мнение в каком... Во-первых, то, что скандал, это не значит, что они будут реагировать. Потому что реакция на скандал, это значит, что власть, в том числе церковная, ведется на, скажем так, возгласы народа. Власть, она не должна показывать, что на нее можно влиять. Власть, она независимая, ну, во всяком случае, у нас так повелось. В России именно, да? Она должна демонстрировать свою независимость. Вот, но, во-первых, почему так важен скандал? Почему так важна публичность? Дело в том, что, скажем так, это очень сильно бьет по кошельку. Потому что отворачиваются спонсоры, отворачиваются, например, криминальные спонсоры, да? Для них же понятие... Они же с такими людьми даже на одной скамейке не сидят, с одной кружки не пьют. Вот, кто в этом замазан. То есть, такой епископ, он очень сильно теряет деньги. Очень сильно. А вот, потому что кружка церковная, ну, это в лучшем случае треть всех доходов. К тому же, федерация тоже начинает бояться денежки выделять под какие-то проекты. Ну, что-нибудь там выделишь, да? Потом опять это в СМИ все проникнет. Ну, если человек находится под прицелом, да? Скажем так, фотоаппаратом. И никто с этим связываться не хочет. И в первую очередь удар по финансам, а в церкви все решается за деньги. Кафедры покупаются за деньги, нужно постоянно взносы платить. Поэтому они боятся, да? Они боятся скандала в том плане, что... Не то, что уберут, да? В том, что понесут финансовые потери, а без финансов потом придется очень сложно. Поэтому, конечно, вести себя начинают осторожнее после публикации. Как в Константинополе, в общем-то. То же самое же было в Византийской империи. И тут Ангелу задали вопрос, пытались ли Ангела перед ссылкой в монастырь подкупить, вести систему заименых денежных вопросов. Батюшку Доброго, пытались ли подкупить? А, то есть, я спрашиваю вопрос. Ангелу около монастыря что? Нет, сейчас это Лена... Ну, вас пытались ли подкупить, Отец Петр? Кто? Ну, Священно-начально пытались ли вас подкупить и вести систему, а только потом уже отчаянный шаг, это ссылка. Ну, когда я заявил о своей позиции, да, мне как бы мягко так намекнули, что вот был у нас до тебя тоже батюшка, который тут пытался идти в разрез с митрополитом, потом пришел, упал на колени перед владыкой, а владыка его пожалел, дал ему хороший храмик у кладбища, где нескончаемый поток посетителей, скажем так, да, кто свечечку купит, кто записочку закажет. Ну, люди все-таки на кладбище, но мертвых поймут. Вот, значит, конечно, было озвучено, что вот как бы, если ты покаешься, Отец Петр, и отречешься от своей позиции, то у тебя всю жизнь не будет хорошо. Вот, ну, скажем так, меня все-таки моральные принципы больше беспокоили, чем финансовые, поэтому я от их предложения отказался интеллигентно. Но тут же еще, может быть, они сказали, что вот, может быть, дадут храм, а ведь, может, и не дадут храм, или дадут храм... Ну, нет, скорее всего, дали бы храм, да, возможно, я бы там послужил год или два, вот, но жизнь-то длинная, жизнь-то завтра не заканчивается, поэтому я не думаю, что это была бы какая-то гарантия, да. Ну, да, очень важный вопрос. Если простому человеку имеет ли смысл прийти в монастырь, если вот устал от мира, от суеты и боли, пустят ли его, разрешат ли ему пожить? Конечно, вас там быстро развеселят, вот, вы там встретите наместника монастыря в бегутях с накрашенными губами, как бы депрессия сразу пройдет, вот, там, на самом деле, много всего веселого и замечательного монастыря происходит, только надо идти в маленькие монастыри, в больших монастырях там все-таки устав такой, солдатство. У нас вот я за там, сколько лет я жил в монастыре, если посчитать, я направили на молитвенном, был раза два или три, то есть у нас вообще в монастыре его в принципе не было, как социального явления, то есть у нас утро начиналось в девять, подъем был в девять, в десять мы шли на чай, обсудить, значит, что у нас там за ночь произошло интересного в стенах обители, потом мы шли на молебен, после молебна шли на обед, потом до четырех вечера мы отдыхали, в четыре была служба, а может и не была. Как бы вот так вот было. Ай, любимый! Ну, у нас вот был случай, когда вот мы крестный ход в Воронеж-Задонск ходили, вот мы доходили до Задонска, ну, там гуляем тоже, и встретили там местного послушника, который там живет, ну, такой мужичок любит выпивать, любит рыбачить, ну, он там рассказывал, как, да, в монастыре живут, выходит на работу, потом потихонечку с работы уходит за монастырь, там с местными бухают, их угощают, то есть эти алкоголики местные им дают напиток, а те им рассказывают всякие вкусняшки, ну, иногда там притаскивают всякие, там, консервы рыбные, хлебы, ну, в общем, закуски. Ну, такой симбиоз, вместе на рыбалку там ходят, тоже рыбные места показывают. А тут спрашивают, а кто же тогда обед готовил отцу Петру и его игумину? Ой, у нас там был замечательный только монах Гедеон Мохнарев, но сейчас, по-моему, есть в монастыре, у него бабушка, по-моему, по 56-й статье сидела, еще при Осипе Савелевиче, а когда вышла, стала заниматься на поминках и на свадьбах, обеды готовить, и была, брала с собой маленького отца Гедеона, и он научился очень вкусно готовить. И вот он на всю братью готовил, у нас там братьев было 3-4 человека, ну, 5 максимум на них глазах, что происходило. Вот, и за готовку отвечал вот этот батюшка, и все у нас было прекрасно в этом плане. Да, он тоже очень... До сих пор помню его Лагман. А, ну да, он тоже очень необычный, этот батюшка. А как его звали, получается, Гедеон Лагман? Гедеон Мохнарев. Мохнарев? А, а вот Пагамела у него была какой-то, ну, да? Не было, нет, Лагман, я говорю, он готовил Лагман. А, Лагман, это суп такой. Он готовил этот суп. А, вам послышалось, что прозвища у него не было, у нас вообще все были очень интеллигентные люди, вот отец Гедеон, он по уровню образования был, наверное, как Гидром, Энтиске или Руссо, вот такой энциклопедист. О, какое счастье, ой, какое счастье. Ой, как солнышко проет. Ясно. Он тоже очень необычный, кстати, батюшка, этот отец Гедеона, вот как раз уже рассказали. Именно экзотика, вообще удивительный. Нет, он очень интересный, я помню, меня настоятель решил наказать и не кормить несколько дней ни обедами, ни ужинами. Вот, я уже помню, прихожу, говорю, отец Гедеона, говорю, ну, выдели мне там что-нибудь покушать, а то как-то очень хочется. И он, не побоявшись гнева наместника, вот накормил меня, я помню этот момент, да. Какой необычный. Я бы в такого влюбилась, как маленькая. Это правда. Я бы влюбилась бы в такого. Это правда. А Лена, она действительно влюбляется в священников, постоянно там бегает за батюшками. Соответственно, вот к вам вопрос тоже. А как вот женщины, там прихожанки к вам, не сватались ли, не пытались ли соблазнять, или там не было в окружении женщин? Знаете, у нас один случай был интересный. Одна актриса российская, не буду назвать имя, она как-то приехала в обиде, она не могла забеременеть. Но это было давно еще до меня, и вот она забеременела, родила ребенка, но родила от афроамериканца. И у нее получилась девочка мулатка такая. Вот она с этой девочкой приезжала в монастырь периодически. Раз там, может, в 3-4 месяца, как-то вот на место, где вот ей Господь помог зачать ребенка единственного. И вот я помню, значит, ночь, выхожу из келья, слышу такой дикий крик душераздирающего, а-а-а, кто-то орет. А в коридоре темно, я так еще удивился, думаю, странно вообще, всегда лампочка горела тут. И тут, значит, из темноты в меня летит какой-то предмет. Я его так ловлю на автомате, смотрю, сумочка женская. Мне так интересно стало, значит, проходит еще секунд 15, опять в меня что-то летит. Опять ловлю, смотрю, лифчик женский. В этот момент открывается дверь отца Гегиона, значит, оттуда выбегает вот эта вот мулатка с голой грудью и бежит, значит, по коридору мимо меня, выхватывает у меня из рук сумочку с лифчиком и по лестнице вниз. Я так смотрю на это на все, а он орет ей вслед, что ты, говорит, придешь еще раз и тебе ноги переломают, что-то такое, он кулаком грозит, вот, в общем, она в него влюбилась, скажем так, и ночью вот разделась и решила к нему под кровавку, как бы вот под крылышко подлечь. Отец Гегион, он такой настоящий монах, вот, значит, такой подвижник, можно так сказать, и он вот это действие не оценил, не скусился, значит, на молодое юное тело и вот выгнал ее с треском из кельи. Поэтому, ну, вот это единственный случай на моей памяти такой, когда было внимание излишнее к монахам в монастыре. Вот, мы потом неделю, конечно, все это обсуждали. Вот, ну, вот отец Гегион себя продемонстрировал как настоящий подвижник. Ну, да. Ну, прямо как в фильме «Монастырь», где там Невлеева к Янковскому подкладывал. Да, что-то вы меня прям соблазнили, я в него влюбилась, в этого отца Гегиона, он такой необычный. Ты что-то еще, зерджик, подобное видел на фанхабе. А, кстати, вопрос такой у меня тоже. А можно ли действительно настоящих монахов ну, просто любить? То есть, например, у некоторых тех же женщин какого-то сексуального момента просто нет. Мы асексуалы. Но мы любим своих духовников абсолютно именно по-другому и за другое. Просто за красоту, за сладкую молитву, за духовное руководство. Вот за что мы любим своих духовников. За духовную помощь, всевозможную. Я думаю, что просто любить, конечно. Да, я думаю, конечно, кто запретит. Конечно, можно любить по-человечески. Они это разрешают, верно? Ну, а как можно запретить любить? Ну, не все позволяют себя любить людям. Вот, батюшка, раз, возможно, Вот, спрашивают. Вот, хотели бы вы делать церковную карьеру, хотели бы вы быть епископом, например, чтобы в церкви что-нибудь изменить? Да. И какой бы уровень, какую бы вы хотели должность, например, занять, чтобы изменить? Ну, видите, тут невозможно быть в системе, не быть частью ее. То есть, во-первых, придется играть по тем же правилам, по которым живет вся система. А вот приятного в этом мало. На самом деле, посмотрите на лица нашего епископата, на какого-нибудь митрополита Пантелеймона, Шатова, что с ним, как говорится, сделала система российское православие, да, на варсонофе Судакова. На самом деле, система очень жесткая, даже если вы попытаетесь что-то изменить, ну, если биться головой в стену, да, что будет с головой? Вот. Ну, это приведет только к расстройствам, переживаниям. Я сомневаюсь, что внутри ему там что-то не делать. Что? Стену, в принципе, можно пробить, но может оказаться, что за стеной еще хуже. Да. А за стеной еще одна стена. Да. Ну, например, да. За какую сумму в миллионах рублей монах может, в принципе, выйти из монашества? А что, да он просто взял и пошел. Вообще, это индивидуальное все, конечно. Но я вот считаю, что монахи, пророк Ильинского мужского монастыря, они не продаются ни за какие деньги. Я с ними общался, и я тоже вот такой человек честный достаточно. Вот у нас в монастыре такого не было. У нас братья монастыря была всегда бесценна. Поэтому навряд ли там кто бы с моего окружения кто бы согласился. Ну, а вот у ваших знакомых монахов, как правило, было ли какое-нибудь имущество, какое-нибудь жилье, куда он в случае конфликта с монастырем мог съехать от всего? Ну, у священноначалия было, а вот у монахов, иеромонахов, нет, все братья жили достаточно бедно, и эта бедность как-то всех объединяла, была какая-то взаимовыручка, что ли, да, какая-то взаимопомощь. Вот, а наместник с благочинным, конечно, да, жили прекрасно, у них квартиры в Москве, в Питере, все у них замечательно было. Классно. Так это же прямо классовое объединение, может быть, церковь, она станет движущей силой какой-нибудь новой революции? Кстати, было бы здорово. Ну, сейчас там, к сожалению, всех разогнали, всех разогнали, потому что у нас там слишком братство какое-то было, наверное, что-то там, по-моему, один только монарх Геон и остался, а все остальные изменения. И на месте к новой благочинной, новые, служащие, новые. Я вот уехал, поэтому все как-то по миру разбрелись. Вот спрашивают, существует три степени, Ресофор, Мантия, Сима, у вас какая степень монашества? Я монах, да, я был в Ресофоре, был Иноком, Лухой, потом Постриги, монах Петр, потом Японское, Священническое, Хератония. Мантия есть, солнышко? Мантия дома осталась, в Магнитогорске. Но она есть, самая дома. Я не заполняю с собой брать. Да, даже две. Одна, в которой стригли, а вторая похоронная. Она такая подлиннейшая, чтобы можно было завернуть мое тело бренное и предать землю. У Лены если что, Сима есть. Но моя она не никак, она просто нелегальная. это просто для души. Ну да, для радости. То есть тоже вот у Лены такое пристрастие, так называемый православный фетишизм, что обязательно в кровати кто-то Библию под подушку кладет, кто-то кресты, иконы. Но я Лене купил эту схему, просто книга портится, иконы они угловатые, но тоже портятся, а тряпочка ну она там расстилает ее все на простыне. Схема такая приятная, приятная, так не прильнешь, так хорошо, так классно. Ну есть что, помогает засыпать, кто-то кота кладет. Помогает расслабиться, вот именно что. на даче параман лежит. В то же время утром даже тоже схема обнимаешь и тоже сбодриться помогает, как ни странно, то есть как бы и туда и туда работают. Я сначала там возмущался, говорил, что за кочунство, потом подумал, ну нас нравится человеку. Кочунство, ну блин, вот люди получаются Это же не надеть схему и попрошайничать. Понимаете, люди цепляются к ерунде, понимаете, отцеживают комара, нас зато пропускают верблюда. Ну вот как так? Господи, помилуйся, Господи, прости, не ведать интеллект спрашивает, как помогает одежда монахов быту, пропускает ли безочи еди, отпускает ли гаишники? Я ни разу не носил. То есть я, выходя из храма, даже когда служил в соборе, всегда разоблачался. У нас даже митрополит, по-моему, по улице никогда не ходил. У нас ясно, интересно. Так, сейчас. А как помогает одежда? А, девушка христианка 21 века, кто она? Так как диктуют отцы серая мышь, или она может позволить джинсы, короткую юбку, косметику и прочее? И есть ли интернет в монастыре? Спрашивают два человека. Ну про девушку не знаю, что сказать. Скорее всего, конечно, юбки, джинсы. Дело же в чем? Почему это запрещалось? Чтобы не водить человека в искушение? Если это какой-то макияж, не броски, в этом ничего плохого нет. Если это юбка, знаете, такая, чтобы прелести из нее не просвечивались, я думаю, тоже в этом ничего плохого нет. Дело в отношении, как человек себя позиционирует, не то, какой у него там, какого цвета помада или какой марки одежды. Любовь от волос, например, такого цвета волосы. Вот какое-нибудь креативное окрашивание. Можно или нет? Это субкультура. Ну, субкультура. А человек, вроде, придерживается субкультурам, Бога верит, в церковь ходит с удовольствием. Такие люди реально есть. Ну, красятся в яркие цвета, какие-нибудь есть. Почему нельзя? То есть, именно, чем это случилось? Ну, это уже говорили, да. Дресс-код, да, где-то здесь. Ага, и вот еще мнение спрашивают тоже. А вообще, по-вашему, много ли психически нездоровых людей в церкви, служащих, там, на каких-то должностях? Нервозы, психозы, шиза и прочее, ну, где требуется... Ну, пограничные психические расстройства это у нас вечные спутники священоначалия в основном, да, потому что, ну, там такой уровень стресса невозможно выдержать, сверху начальство, снизу подчиненные, поэтому, да, это жизнь очень неспокойная, и поэтому, кто это алкоголем заглушает, кто какие-то наркотики использует, у кого просто там крыша съезжает в легкой форме, скажем так. Да, это условия очень сложные, поэтому есть. Ясно. Вот, ясно. Ну, это да, потому что, вот получается, ну, какая-то мелочевка, как вы говорите, да, может быть, действительно, встречается часто. А бывают ли люди с серьезными заболеваниями, в том числе с каким-то обоумием? Тяжелые. бывает ли? Бывает ли? Бывает ли? Бывает ли? А что это такое там? Бывает ли батюшки Растаманы тоже спрашивают? Был у нас такой отец Варфоломей, у него, значит, он был батюшка такой загульный, веселый, значит, и вот направили его на какой-то приход, и тишина. Месяц проходит, два месяца тишина, благочинный заинтересовался. Может, там батюшка всех, как говорится, бабушек перерезал, поэтому никто на него письма не пишет, потому что до этого писали. Ну, решил наведаться на приход, приезжает, говорит, ну, как у вас отец Варфоломей служит, как что? А те ему, говорят, мы, вам так благодарны, вы нам такого священника дали, мы, даже не знали, что такие в церкви есть. Но благочинного челюсть до пола, как это такой балагур был, а тут вдруг замечательным священником стал. Говорит, а как батюшка живет? Да, как, батюшка живет, он у вас служит? Да, вообще, говорит, служит прекрасно, денег не берет, все, говорит, бесплатно, даже кушать, говорит, не кушает, только, говорит, просит травку ему собирать, он, говорит, желудочник у нас травку собирает, просит. Ну, а те, говорит, затравка? Да, говорит, сушится, заходит во двор к этому отцу Варфоломею, у него там дровник, дров нет, и там кусты конопли висят. В общем, отец Варфоломей всех бабушек, старушек на приходе, значит, заставил шастать по лесам окружающим, их село, и собирать ему коноплю. Сушил ее там, потом продавал, ну, и сам, конечно, употреблял. Потом он, собственно, за наркотики и сел, лет на пять, по-моему, впадали. Не знаю, я не служил. Если говорить, не знаю, не могу ничего сказать по этому поводу. Если бы я служил, я бы мог сказать, есть в этом позитивный опыт или нет. Так не могу. Ну, я тоже только военную кафедру проходил, соответственно, потому что коммерческой организацией работал, ну, и... Да, кстати, все просят интервью у гостя, потому что будут миллионы просмотров. Ну, мы все это выложим в интернете, оформим красиво, отрежем лишние, там, такие походы. Вот. Да, все хотим. Александровна... Здравствуйте, Антимай. Да, привет всем. Да, вот это отец... Да, здравствуйте, любимый. Петр Степанов, тот самый, который рассказывает интересные истории про церковь. Ага. Вот. А есть байки про привидения в монастыре, спрашивают. Там ангел... нет, у нас про привидений не было. Ну, а ангелы святые являлись? Ну, можно, не знаю, насчет святых. У нас был один случай, лежим, значит, спим в монастыре ночь, значит, и чувствуем, как бы, там, вдвоем. Я был отец гури в келье. Чувствуем запах, ну, в разных кельях, естественно, чувствуем запах краски. Такой вот, аж проснулись. Выходим в этот коридорчик, значит, а у нас там подселили одного юношу на исправление. У нас нет, значит, юношу. И вот мы выходим в коридорчик, понимаем, из какой кельи пахнет это все, а вот начинаем стучаться, думаем, что такое происходит, что за запах. Он не открывает. Вот. Ну, что, сбегали, значит, за ломиком, за ломиком приоткрыли дверку, проникаем в келью, он сидит, значит, нашел краску там какую-то, налив в пакет, пакет на голову надел. Мы к нему заходим, говорим, ты что, это, что, что с тобой происходит? Вот. А он говорит, ну что, что, говорит, вот, самое, сижу, говорит, здесь, как бы, дышу ароматами, ароматами монастыря. Как-то так он выразился. Ну вот единственное, что из таких вот историй необычных произошло, да, когда вот что-то нас смутило. А так все было прозаично, кто-то выпивал, кто-то там по девушкам ходил, в общем, никакого такого привидения или чего-то такого нет. Ну вот только один токсикоман за всю историю веселого. Да, интересная жизнь у вас была. Тут еще раз задавали такой очень тоже важный вопрос, очень злободневный, что если вот простой нецерковный человек пытается попасть в монастырь, так его же туда не примут, выгонят тут же, потому что он нецерковный, он, как бы, да, заинтересовался, но он не воцерковлен. Так простого мужика, колхотника. Мужика или женщину простую тоже. Ну это нужно, знаете, сначала изучить православный этикет, так называемый. Может быть, съездить в какой? В большой монастырь примут, почему не примут? Там все на поток поставлено, пришел к наместнику, попросился остаться, потрудиться, помолиться, обычно это так называется, и все, ставят. Но, видите, в маленькие монастыри, конечно, да, там больше берут людей, но там самое интересное происходит, самое веселое, конечно, в небольших обителях туда берут людей, которые уже примерно понимают, как что и происходит вокруг, как себя нужно вести, поэтому сначала можно сходить в какой-то большой обитель, посмотреть, как это происходит, как разговаривать с людьми, с кем можно, с кем не можно разговаривать, а потом уже в какой-то небольшой монастырек съездить и уже как бы прочувствовать православие в пополненной программе. Я вот думаю, что это наиболее такой правильный вариант построения взаимоотношений. Вот YouTube-канал «Редкие записи» вы смотрите? Да, смотрите, или «Редкие записи»? «Редкие записи»? Да. Название, знакомое, знакомое название, а что там за контент, если вы меня напомните? Про церковь примерно то же, что вот вы в Телеграме присылали, только на YouTube. Что-то похожее, как у вас. Там, правда, по-моему, давно не обновляется сейчас он. Ну, что-то, что-то слышал, да, название знакомое, какие-то, наверное, видел о работе. Кстати, да, и еще тоже редкие записи, но вот по молодости, когда мы еще были молодые, он нас обещал, а сейчас что-то давно мы его не видели. Не, ну, он там сейчас просто перестал обновлять этот канал. Самое лучшее средство от эгоцентризма. Ну, тут, смотря, что вы вкладываете в понятие эгоцентризма, у нас вообще очень экзальтированы вот эти все взаимоотношения, все отношения ко греху, вот гордость, там, тщеславие, все считают это такими страшными грехами, да, хотя на самом деле гордость, наверное, эгоцентризм, а что это, гордость, наверное, этим, да, подразумевается под этим понятием, но гордость, это уважение к себе, поэтому, я думаю, себя надо уважать, вот, если это эгоцентризм до такой степени доходит, что, ну, вот будет умирающий у твоих ног валяться, просить стакан воды, это ему не подашь, но, наверное, с таким эгоцентризмом надо бороться, а вообще от уважения к себе хуже еще никому не было, поэтому, я думаю, здесь нужно воспринимать как крайность, вот, когда крайность, когда, да, нужно какие-то меры предпринимать, а вообще, каждый человек должен себя уважать, ясно. Спрашивают, что для вас гордость и гордыня, и в чем отличие? Ну, я говорю, у нас тут целая концепция богословская, поведенческая, разработана по этим всем, по поводу грехов, да, гордость, гордыня, тут надо понимать, ты вред вообще другому приносишь или не приносишь, да, то есть, если ты такая, там, женщина, например, вот, с таким снобизмом, да, или мужчина с предвзятостью, что аж всем тошно вокруг становится, да, ну, с этим, наверное, надо бороться, да, а вообще, человек, человек, он должен быть нормальным, он должен быть простой и естественный, я так считаю, поэтому, вот эти все распределения, гордости, гордыни, люди ищут, их, как бы, церковь этим гипнотизирует, да, говорит о том, что тут у них в жизни какие-то проблемы произошли, потому что они гордые или потому что нечиславные были, да, но на самом деле проблемы чаще всего происходят не из-за этого, вот, но церковь направляет их по тому пути, который ей выгоден, да, чтобы человек стал вечным рабом борьбы со своими страстями, большая часть из которых это совсем не страсти, а естественные проявления человеческой природы, да, поэтому бороться там с чувством. Политику, экономику в церкви, например, что-что, чтобы не лез в политику и экономику церкви, пусть занимает своей гордыней и боится тем, чтобы не съесть что-нибудь. Вот тоже еще вопрос задают, поститесь ли вы, будете ли соблюдать пост? Ну да, я тут уже месяц пащусь, собственно говоря, на рыбке нахожусь и море продуктов. Пост, он видите, изначально зачем был придуман, может быть, кто-то не знает. Люди отказывались от мяса, потому что рыба в те времена стоила копейки сущие, да, вон она в море, пожалуйста, за ней не надо ни ухаживать, ни кормить ее, да, ни на пастбище выгонять, и рыба стоила копейки, люди постились. Зачем? Для того, чтобы на сэкономленные деньги помочь нуждающимся. Вот о том, что вы употребляете мясо, да, хоть вы кровушку будете пить каждый день там какой-нибудь кофе, да, от этого ваша душа вообще никак не пострадает и не изменится. Вот, поэтому смысл поста это ограничение себя для чего? Для того, чтобы сэкономленные продукты или либо деньги отдать тем, кому не хватает на жизнь. Вот, пост, он в этом про плане пост правильный, да, а диета, она никакого отношения к христианству не имеет. Ну, самое главное, постный устав писался при других продуктах, как вот батюшка заметил, то, что рыба дешевле, чем мясо, ну, русские крестьяне, они там вообще ни мяса, ни рыбы не ели, в основном хлеб такой издобный или не издобный, седа, каша, пища наша, вот, брюква, доль, все хранилось, поэтому на брюкве дожить до Пасхи, мы не постимся, у нас просто денег и здоровье на то, чтобы поститься не хватает. Нам задали вопрос, ой, вылетело из головы и сообщение убежало. почему-то соборование надо платить деньги в храме. Ну, трудящиеся что-нибудь... Вот не знаю, это как-то традиция такая сложилась, что под соборование обязательно собирают. Не знаю, откуда это сделать. Ну, вот у нас, допустим, в храме крещение было бесплатно в соборе, да, а соборование было платно. Ну, я вот логики в этом не понимаю. Уж делали тогда все бы бесплатно. Ну, такая концепция. Потому что прещенник чужой приезжает, его надо подонатить. Нас, например, тоже венчали бесплатно. Я там кучу компьютеров в храме наладил. Там мы ходили тоже к Пасхе храм мыть. И поэтому батюшка просто сказал, я вас бесплатно повенчаю, но вы же прихожане такие. Да, помог нам очень круто. Тогда еще я зарабатывал хорошо, поэтому как бы мог бы заплатить там эти... Если Леша пишет, я думал, что пост это для здоровья типа интервальное голодание, очистка организма. Ну, какая чистка, скетчика, это же как тренировка души, как спорт. И задали еще один вопрос. Почему президент регулярно ездит на Валаама? Что там особенного в сравнении с остальными монастырями? Чем он отличается от всех монастырей? Ну, я слышал такую формулировку, что на небе рай, на земле валдай. Поэтому он любит туда ездить. Красиво, не знаю, я ни разу не был, не могу оценить, почему он отправится. Ну, вот. Мне больше Соловки понравились. Там Соловки это хотя бы масштабно. и в те времена еще Соловки был туристический центр, мечтал я с палаткой туда поехать, но не довелось. А Валаам это просто такой туристический центр, там постоянно кораблики, 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 такие группы, одна в одну сторону лежит, другая в другую, все так на поток поставлено. Ну, красиво, да. Ну, суетно. Ну, и Соловки и Валаам, кстати, все говорят про них, что это монастыри очень-таки с таким большим подвохом. Именно в плане литургической жизни. Ну, и в духовности мне понравилась Тройская Сергия Валавра. Вот, это самое лучшее, да. Тройская Сергия Валавра это мой любимый монастырь, еще мой любимый монастырь, это Срединский. Вот еще мне тоже понравились богослужения в Николоперернском монастыре, там по монастырскому чину, но там народу было немного, поэтому там можно было и на пуфик присесть, там, ну, так, отец Владимир Чувики, но он литургист, один из немногих специалистов по литургии и вообще любит богослужение, поэтому он сразу взял монастырский чин, наладил, ну, и действительно там богослужения были приятные, народ доброжелательный, но все гадючные разборки, они были за пределами богослужения, вплоть до того, там еще рядом женская тюрьма была такая, и женщины, они в тюрьме периодически любят рожать детишек для ослабления режима, детишка подрастает, не нужна никому, и поблагодарить там этих детишек устанавливать, соответственно, детишки там бегали, там всякие мамочки их там пытались как-то тоже брать, и детишка, она стоит на исповеди, что-то рассказывает, сзади стоит мамочка, и идет тоже потом за детишкой на исповеди, там на пол храма иногда начинают обсуждать вот это, что детишка, когда сказала вот это, она имела в виду нет, а это на самом деле доносительство было и устами детей, и устами мамаши друг на друга, прав, кто первый добежит до батюшки. Ну да, такой хороший, умный батюшка, душа радуется, ремарка, а еще писали такой умный, хороший батюшка, еще, если бы удалось заполучить должность депутата или еще какого-нибудь чиновника высокопоставленного, то смог бы очень многое сделать для народа. Вот, а патриарх Кирилл такого батюшку не заценил. Ой, а такого батюшку не жалко жизнь отдать? Ну, довольно многим людям, Жизнь отдавать не надо, жизнь надо сохранять и совместно добиваться каких-то полезных дел, служить Богу и ближним, наконец. Это вообще идеально, да. Мы, кстати, против альтруизма, мы за то, чтобы было взаимовыгодное сотрудничество. Обязательно. Можно ли наказывать детей и как? Нельзя же бить. А, вот. А, вопрос интересный. Вот, как вы считаете? Какой вопрос можно ли? Наказывать детей или не наказывать? Можно ли? Я считаю, что нет, конечно, нельзя. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Нельзя, конечно, бить нельзя. меня родители все время били, но хотя бы воспитали. А детишка не слушается. И били, и в храм не пускали, и в школу не пускали, ничего не разрешали. Ну, я думаю, что все эти цели можно же достичь в виде игры. Ведь, посмотрите, там даже собачки хватает интеллекта, да, чтобы воспитывать своих детей, не нанося интересных повреждений. Да, вот они же как-то умудряются через игру, да, через собственный пример показать, как надо вот себе и пищу добывать, и себя вести. Правильно? Но вот люди, почему-то это, скорее всего, просто культура у нас такая сложилась, особенно в НСИ, что детей не нужно. У нас там впереди и орали, и за волосы таскали, и за уши таскали, а детишка, он просто не слушается. Там в храме начинали играть в салочки, и тогда просто их там вытаскивали, вытащила куда его дальше девать, он начинает вокруг храма бегать, визжать, кричать. Нет, ну а когда ребенок должен бегать, ребенок должен играть в салочки, ребенок должен беситься, у него повышенный энергообмен, повышенный метаболизм, конечно. А на какой хрен вы его в храме на 4 часа закрываете? Тут к мамаши надо вопрос. Как бы ты хочешь башкой акул долбиться, ну и долбись, что ты ребенка-то заставляешь? А как ребенка воспитывать при этом при полном отсутствии наказания? Никак воспитывать. Никак. Ну я говорю, ну животные же воспитывают как-то своих отпрысков без наказаний. Ну мы видели, как они воспитывают. Взял зубами, повалил, показал, что вот сейчас будет душить. Ну во всяком случае, психика-психика потом у них не нарушается после этого всего. англича отечественная. Такая вот Тимонова, как ее имя? Евгения Тимонова. Да, вот есть такая Евгения Тимонова всем советуем. Такая блогерша, она путешествует везде и снимает контент про животных. Спрашивают еще вопрос очень важный. Правда ли, что если отдать свою жизнь в руки Господа и его воле, то Господь подготовит самый лучший путь в жизнь этому человеку? И для кого? Для архиерея, например. Для монастыря монастыря. Да. Типа продай квартиру, отдай деньги архиерею, а сам бесплатно живи в монастыре, трудись бесплатно, потом помрешь и твою могильную плиту положат куда-нибудь там под фундамент на пол. Да, да, да. Это еще в лучшем случае, а то может сделают из нее ступеньки архиерейских покоев, чтобы архиерей в ней ботинки вытирал и входил под ним. Ну, это как? Конечно, людям хочется найти такую стратегию поведенческую, чтобы ни о чем не задумываться, да, просто вот жить все шло как по массовой церкви, она через свою концепцию послушания такую идею предлагает, да, ты вот за тебя уже, и мне такое говорили, за тебя уже подумали, думать не нужно, думать это вредная мирская привычка, надо просто делать, что тебе говорят. Ну, заканчивается это все обычно плотно. Ну, вот, да. Поэтому думать нужно, никуда не денешься. Слезами мозг. Спрашивают, если человек предсказывает будущее, его нужно ли отчитывать? А если он не знаменитый? А если он прогнозирует будущее? Вот. Мы давно прогнозировали, что ЭПЦ распадется. Еще задолго. А вопрос такой, если предсказывает будущее, а что с ним делать? Отчитывать или не отчитывать? Бесноватый ли он или не бесноватый? Я вообще вот в это все не верю. Никих там бесов каких-то там, господи. Я понимаю, если там святым подвижникам, которые там 40 лет, блин, в пустыне молились и постились, к ним бесы приходили. А мы-то кто такие? Кому мы нахрен нужны? Каким там бесам еще, господи? Поэтому все эти отчитки, это все бизнес. Большинство людей, которые там на отчитки приходят, им как бы легкая квалифицированная помощь психологическая, и все пройдет само. Существует ли такая черная магия ножевого человека, типа, ну, типа какой-то гадости, и в общем, люди дохнут? Нет, я не верю ни в магию, ни в бесов. Все это. Не верю. Все это. Дребеди. Хотя, например, сектантских молитв боюсь, но это просто моя слабость. Это, я бы сказала, не мировоззренческая, а скорее просто нарушение. ну вот мы уже два часа в эфире, просто уже, наверное, многовато будет, если делать выиску такую. Давайте тогда, батюшка, расскажите что-нибудь тогда еще нашим зрителям, и будем, наверное, прощаться тогда. Да, да, я очень рад был, что предоставилась возможность пообщаться, вот, что вы предоставили такую платформу, да, с вашими зрителями поговорить. Вот, и с вами я очень рад был познакомиться, надеюсь, дальше мы будем какие-то совместные проекты создавать. Вот, вы очень добрые, порядочные, светлые люди, поэтому большое вам спасибо, что пригласили меня, вот, и тоже зрителям вашим всего, да, зрителям вашим тоже всего хорошего. Я думаю, что вы очень умные и важные вещи, интеллигентные такие, рассказываете людям, проливаете свет на то, что происходит в РПЦ, и ваши зрители, они, конечно, в большей степени защищены от произвола и от всех, всех гадостей, которые могут стрелить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова